А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусте по ссылочке в описании. Спасибо! Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал и мы начинаем проходить мини-компанию Братство Нод. Да, вот так вот, сразу же после мини-компании ГСБшников. Теперь пойдем посмотрим, чем же занимались Нодовцы в то время как ГСБшники крошили силы Братства в Панаме. Но перед этим давайте зачитаем брифинг. Мы потеряли Кабала. Временный альянс с ГСБшниками закончился. Несмотря на все потери армии киборгов Кабала, мы должны восстановить самые важные элементы Кабала с места уничтоженного его ядра, чтобы осуществить планы пророка Кейна. Вы были избраны как главнокомандующий, чтобы вернуть все эти компоненты. Ваше подчинение был прислан элитной команда Черной Длани. Вам нужно найти и обеспечить полную безопасность грузовика с ядром Кабала, а также провести его по безопасной дороге к точке на западе. Вас там будут ждать войска. Будьте бдительны, здесь очень много ГСБшников, которые постараются вас остановить. Также здесь есть и мутанты. Как только компоненты прибудут в ваш штаб, наши специалисты начнут отстраивать Кабала, но с более стабильными настройками. Также они добавят и рычаг уничтожения, на всякий случай. И да, не переживайте, в этой миссии у вас будет Ева ГСБшников. Нам приходится им пользоваться, так как Кабала все еще нет. Но скоро все это изменится. Удачи, командир Славик. Так, ну что, как видите, мы здесь играем за Антона Славика, что очень даже необычно и прикольно. Мне нравятся вот эти все фанатские миссии, кампании, модификации и так далее, потому что они, черт подери, пытаются добавить в третью часть то, от чего разработчики по какой-то причине избавились, да, от того же Антона Славика. Так что мы сейчас, как бы Антон Славик и должны вернуть ядро уничтоженного Кабала на базу нодовцев и построить собственного Кабала, но уже более разумного и более подчиненного нам. Так, поехали. Дамы с двумя пистолетами и со стелс каким-то генератором на спине. Вообще не похоже было на то, что это какая-то команда, какая-то тупая женщина-бунтарка. А здесь прямо реально команда. То есть, ни хрен в стакане. Так, тут у нас есть пулеметные вышки, надо как-то аккуратненько их обходить. Вообще, миссия простая и, ну, судя по карте, да, как видите, она довольно коротенько. Так, вот, кстати, наш грузовичок. Вот у нас бывшее ядро Кабала, надо сюда прийти. Разберемся. Вообще, на самом деле, миссии в этой компании очень классно сделаны. Мне нравятся сами карты, как они проработаны. Очень классно сделал. Финишгай вроде как делал эту компанию, если я правильно помню. Так, ну, туда мы, естественно, не пойдем, да? Тут вы сами видите, тут две пулеметные вышки. Это не наше дело. Так, давайте Ctrl-1, кстати. Удобно будет выбирать юнита на кнопочку. Так, вообще, на самом деле, эту миссию можно вообще, ну, где-то минуты за две проспидранить. Ну, я растяну немножко удовольствие. Не буду прям спидранить. Вот тут надо аккуратненько сработать, потому что здесь много врагов. Да, они по одному юниту стоят, они отрядами, но тем не менее. Так, вот. Опа-опа-опа. Поехали. Да, команды-четырые руки здесь такой, наша дамочка. Она дальнобойная со стелсом, надо аккуратненько все делать. Надо территорию сейчас почистить как-то аккуратно, чтобы нас даже не заметили толком. Ну, у нее хорошая дальность, и этой дальностью надо пользоваться. Также здесь, как видите, есть обломки энергостанции, да? Хорошо. С первой тиберевой войны. Так, давай как-то вот аккуратненько тут пройдемся. А что бы, собственно, нет? Сделаем все по красоте. Так, достаешь? Не-не-не-не-не, вот сюда давай. Ага. Отряды опаснее, чем единичные юниты. Единичные юниты и то такое. О, мама, ты мк2 прилег отдохнуть. Вот, кстати, какая-то, какой-то бункер. Что за бункер, кстати? Ну, там уже никого нет. А, понял. Там башня. Значит, туда мы... Не-не-не, ты куда, ты куда, стой, стой, стой. Вообще, оборонительную тактику на тебе. Ты куда пошла? Пошла взорвать, дурочка. Так. И этого давай. Шикарно. Так, тут еще есть враги. А, ну подожди, Титан. Титан это не проблема. Вот эти, ребята, проблема. Титана мне много урона не даст. Это же шагоход. Вот, если играть в эту миссию не с модификацией Тиберем Эссенса в обычную, да? Как в Тиберем Варс, то тут вы проиграете. Ибо здесь будет хищник, по идее. Хорошо. Так, машинка на Контрол 2. Поехали. Сопроводите грузовик в целости и сохранности в зону эвакуации на Северо-Западе. Сделаем. Это не такая же большая сложность. Здесь надо, главное, будет очень аккуратненько ехать. Ну, то есть, знаете, по вот таким маленьким... ...маленькими шажками все делать. Иначе сольете. Здесь надо все делать аккуратненько. Ну, вон, уже Титан есть. Не-не-не-не-не, сначала стрелки. Хорошо. Титан это не проблема. Как, в принципе, и эта вышка. Тут миссия вполне себе классно сделана, да? Специально для Коммандоса. Спецом тут все расставили. Люблю, на самом деле, такие миссии, где вы Коммандосом каким-то... ...либо ГСБшным, либо Нодовским что-то делаете. Очень классные миссии. Такие, знаете, героические миссии они называются иногда в стратегиях. Так, небольшое поселение. Гажданские здания. Там, кстати, даже что-то написано. Это что, парковка была? А мы открыты 24 часа в сутки. А если мы сейчас зайдем, проверим, открыты ли мы сейчас? Не думаю, что вы открыты. Так, погнали. Тут еще сейчас должны быть враги где-то в лесах. Эм... Ну, здесь вроде никого нет, да? Да. Хорошо. Где-то здесь должны быть еще коробочки со здоровьем. Мне они очень пригодятся. Как бы машину мы, вроде как, сильно под удар не подставляем. А вот наша дамочка... Вот с ней не очень все хорошо. Здоровье у нее убывает. Так, давай по маленьким шашкам делаем, да? А вот и мутанты, кстати. Хорошо. Блин, какая же музыка классная на фоне. С Тибириан Сана. Шикардос. А, вот и хилка. Так, вот и хилочка. Там еще где-то дальше будет хилка, если я пропомню. Где-то здесь. Да, вот она. На самом деле, столько здесь даже не надо. Вот если вы играете на высокой сложности, в принципе, этого более чем достаточно. Ну, одной хилки. Типа сейчас просто мутанты будут. Надо будет с ними аккуратненько разобраться. И все. Ну и где они? Ага. Ну, это собака. Как он? Изверг. Дьявол. Не знаю, я бы перевел его как изверг. Потому что он там как финт, да? А, называется в оригинале. А финт это вроде как изверг. Хотя, изверг, наверное, звучит странно. А вот дьявол попроще, да? Более понятно нам, русскоязычным людям. Так, аккуратненько. Не спешим. Нам спешить некуда. Так, больше врагов не обнаружено. Погнали тогда дальше, аккуратненько. Тут еще... А, кстати, да, вот и эта развилка. Аккуратно. Кстати, мне интересно, а эта карта реально похожа на ядро... Ну, как бы, на карту из Тибириан Сана? Напишите в комментариях. Потому что, как вы знаете, я в Тибириан Сан играл, но слишком мало. Чтобы что-то у меня в голове отложилось. Вот серьезно, я очень мало играл в Тибириан Сан. Я вообще очень жду ремастера Тибириан Сан. Это будет шикардос. С удовольствием пройду Тибириан Сан, если сделают какой-то ремастер или ремейк. Лучше, наверное, ремастер. Честно, я склонаюсь к ремастеру. Ремейк это хорошо. Но только тогда, когда он оправдан. Вот ремастеры первой CNC и первой Red Alert мне очень понравились, потому что это, по сути, та же игра, но только нормально работающая на современных системах и с более красивой графикой. Ну, визуалом. Так. Если бы сделали ремейк именно первого Red Alert и первой CNC, я бы, наверное, не так это благосклонно воспринял. Но это мое личное мнение, да? Вы в комментах можете, опять же, написать, как вам это дело. Хотели бы вы больше ремейка или ремастера? Не знаю. Я больше, наверное, ремастер ждал. Как-то так. Кстати, это там титаны валятся, да? Ну, мне интересно, эта карта типа повторяет карту из Тибериан-Сана или нет? Так, а вот и наши братья ждут нас уже здесь. Боевики, мотоциклы. Все, поехали. Дело сделано. Это было несложно. Миссия очень короткая, быстрая. Но клевая. Вот бы здесь карту немножко побольше еще, да, чтобы миссия была подлиннее и было бы вообще шикарно. Но имеем, что имеем. Следующая миссия будет немножко подлиннее. Чтобы, кстати, не пропустить прохождение следующих миссий, System Reboot и Phoenix Base, обязательно в порядке подписывайтесь на канал. Лайкайте, комментируйте. Ну и не забывайте, переходите по ссылочкам в описании. В нашу группу в ВК, в Discord канал и на Twitch, где мы стримим всякое стратегическое и не только. Ну, а на этом все. Мы с вами увидимся в прохождении второй миссии перезагрузка системы, да, System Reboot в следующем видео. Так что, увидимся там. Всем удачи и всем пока. Скоро увидимся.